Добрый вечер! В эфире программа «Вильнюс. Открытая студия». Сегодня мы, как всегда, поговорим об актуальных событиях в жизни литовской столицы. Накануне мэрия Вильнюса учредила новую авиакомпанию «Аэр Литуайника». Планируется, что новый авиаперевозчик начнет выполнять полеты уже весной следующего года. А совсем недавно на улицы города выехали такси столичного самоуправления «Вильнюс-Вяжа». Новые автомобили отличаются особым комфортом и доступной ценой за проезд. Об этом в нашем следующем репортаже. Уже ближайшей весной в небо поднимутся самолеты национального авиаперевозчика «Аэр Литуайника». Учрежденная столичным самоуправлением авиакомпания на данный момент ожидает получения лицензии. Первоначально планируется выполнять рейсы в Амстердам, Брюссель, Киев, Лондон, Москву, а также в Палангу. Через год прибавится еще шесть маршрутов – в Стокгольм, Мюнхен, Берлин, Санкт-Петербург, Гамморг, Белиси. А в 2015 году предполагаются полеты еще и в Стамбул. Можно сказать, уже пройдено полпути. На сегодня подписано немало прелиминарных договоров покупки акции. Это говорит о том, что люди верят в успех компании и готовы в нее инвестировать. Второй важный момент – уже подготовлены документы для получения лицензии на полеты. Также нужно отметить, что получена оценка английских экспертов, позволяющие утверждать, что наша компания может успешно существовать и развиваться. На сегодня известны 17 литовских инвесторов, а инициаторы проекта уже подобрали и подходящие модели самолетов. Планируется, что сначала самолеты новой авиакомпании будут летать из Вильнюса, а в будущем и из Каунаса. По подсчетам экспертов, будущие зарубежные пассажиры – туристы Аэр-Литуаника только за год потратят в Вильнюсе и Каунасе более 36 миллионов литов. Всего планируется перевозить около 125 тысяч пассажиров в год. Начальный уставный капитал литовской авиакомпании составляет 7 миллионов литов. Для полной реализации проекта необходимо еще дополнительно 11 миллионов литов. На данный момент ведутся переговоры с тремя потенциальными стратегическими инвесторами. Однако новая авиакомпания – это не единственная новинка, которой может похвастаться вильнюская мэрия. Накануне в литовской столице к работе приступили автомобили муниципального такси «Вильнюс-Вяжа». Новенький Ford C-Max белого цвета оборудованы современной техникой и системой GPS. Удобный салон обеспечит комфортное передвижение по улицам города. При этом пассажиры смогут оплатить проезд не только наличными, но и банковскими картами. Каждый клиент получит чек, на котором указано, сколько километров проехал и сколько нужно заплатить. Вы все прекрасно знаете, с какой основной проблемой сталкиваются иностранцы, пребывающие в Литву. Прилетел, сел в такси, в итоге либо меня обдурили, либо это был такси, в которое просто не хотелось садиться. Да, страна у нас прекрасная, хорошие люди, но обслуживание не то, каким должно быть. Стоимость услуг «Вильнюсвяжа» составляет 2 литра 39 центов за 1 км днем и 2 литра 99 центов ночью. Посадка в такси стоит 3 литра 90 центов. Все машины такси взяты в аренду. Один автомобиль обходится в 2960 литра в месяц. Для полноценного обеспечения качественных услуг планируется арендовать 100 машин. Вильнюсское самоуправление прогнозирует создание 300 рабочих мест. У компании мэрии Сусикиму «Паслугос» есть диспетчерская, к которой присоединились 33 водителя, работающих по патентам. Услугами этой диспетчерской будет пользоваться и компания «Вильнюсвяжа». Далее в нашей студии журналист Гинас Добащинскас поговорит с мэром столицы Артурасом Зокасом, который рассказывает о том, в чем же преимущество новой авиакомпании и зачем нашему городу свое муниципальное такси. Продолжение следует... 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 а также моему, мужу говорит имя бедену добавок с китами Южно- ricrud'ами, по-другому моему городу, Как вы знаете, в Кауну? О, со Кауной, по-другому, когда каунам является вопрос-интвердимой местной вместе, и, кстати, и очень-лимой компания, кто-то ценно-вест, отрегулись с вами, какой-то приводит и важа вершинка гостей. Туряю пристатиму штуру плану и Air Литванико имени Кауне. И, конечно, я думаю, что Кауно-место тариба асписпресс далива и инвестировал в Air Литванико имени. О, что я могу сказать, что, что 17 летово имени, герой зимой Литово имени, а физическое имени, посвящено инвестировано сутатой и перка, и это очень важный момент, потому что модели 304% приводят в Вильнюхи, 17% Литово, о 49% акции. То есть плавная инвестирована. Акции будет традиционная? То есть традиционная, как и есть? В киеве модели подсказывает, и это много летового параметра, где-то, шоссеев, картошку паслаугу какими, не гадалясь, шлифтедженитет разрушает шлифтедженитет литровый компаниями и генитровый компаниями изверхтовой компаниями и реализовы седеваемой и технических компаний. История, это то, как витальнение, это будет очень хорошо. И, конечно, в цеху, гонит, Играюте, что вы можете прийти с китом авиакомпанией. Горрой, тогда павасарь об этом поговорим. А теперь обе Вильнюс «Вежа», обе «Такси». Это очень важная тема. Буто здесь очень много вопросов. Вежа? Да. Добавляем, что нет то, сколько автомобилей. 100 автомобилей. У нас есть 10 автомобилей, которые уже прадежат в Вильнюс местах. Это новые автомобилии. Это очень важная техническая. И, конечно же, это еще одна павасарь обеакомпанией. Вильнюю или Литову такси ринку. Нориме, что все будет гарантировать, что киноз иначе есть. Немного не вертит, а Литович или ассенитис. И, когда человек седает в такси автомобиле, ищет, сколько кинозит в китом китом. И та пати киноза, которая будет скилбима вешай, иначе будет герас, герас, герас индикаториус и китом такси компаниям. А тарифас кинозит? 1 км кинозит 2,49 ст. О, если ищет ОРО Уэстик? Висас тарифас галиос венодас. Плюс, тик нактиньи меты бус шик-тик скirtingа тарифа. Базиньи тарифа – 2,49 ст. Исэдима мокестис – 3,50 ст. О, галима бус ищи квисти телефону? Ищи квисти бус телефону 14,50. Это бенда диспетчериня, которая текает паслаугас висом компаниям, который будет, бутент, диспетчериня, паслаугас гаоти ищи Вильния месоса валдивеса имуне сусекима паслаугас. О, отродысь, галяки, как-то? Это науки автомобили, это бальти, гражаус, шайшкинго дизайно. И, что, это важно, что, когда мы, картус с китом такси компаниями, которые велики Вильния мес, мы будем реальными жинкслями, как келти кокийбе паслаугас. И, что, на, нет, не кого-то не обгодинес, как я уже минерал, что, а вы, ли, 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 и, вы, ли, и, вы, ли, что, когда не кого-то неискут, что такси бейкет, как локиньез ринкос салегом. Деку жужу, секмес жужу, деку. Это был Вильния Мерас Артурас Зуокас. Вильнюсское самоуправление готово со следующего года использовать налоговое давление на тех владельцев земли, которые ее не используют. Большей частью это касается коммерческих банков, которые в период кризиса приобрели много участков земли. По словам мэра столицы Артурас Зуокаса, пока еще решается, кто должен платить больший налог – те, кто земли арендует у государства или те владельцы земли, которые уже инвестировали достаточно средств в приобретении имущества. Если приоритет будет отдан владельцам земли, то арендаторы уже с начала следующего года должны будут платить за землю в два раза больше. По данным самоуправления с владельцев земли, город в прошлом году собрал 6 миллионов литов. За аренду – 13 миллионов литов. Вильнюсское самоуправление начало реконструкцию улицы Гилижинис-Вилкас. В ходе проекта будет установлена новая эстакада на повороте с Гилижинис-Вилкас на Гоштоту, расширена улица Гилижинис-Вилкас, а также установлена полоса торможения перед эстакадой. Также планируется оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки. Проект будет закончен к 2014 году. На его осуществление из фонда Евросоюза выделено почти 18 миллионов литов и более 2 миллионов государственных средств. После того, как по решению Вильнюсского горсовета котел Вильнюсской термофикационной электростанции был приспособлен для отопления биотопливом, и с окончанием выплаты компенсаций цена за отопление уже этой зимой уменьшится на 11%. В 2013 году цена киловатт-часа с 28,5 центов снизится до 25,45 центов. Согласно прогнозам, к 2016 году цена на отопление в столице уменьшится на 15% и будет одной из самых низких среди всех больших городов страны, поскольку мощность котла на биотопливе будет увеличена и начнет действовать завод по сжиганию отходов. Самоуправление поставило себе цель, чтобы к 2020 году 70% тепла производилось с помощью обновляемых источников энергии. Это уменьшило бы цену отопления на пятую часть. На сегодня больше, чем столичные жители, за отопление платят жители Каунаса и Шауляя. Цена отопления ежегодно увеличивается за счет сильного роста цен на природный газ, который составляет 70% цены за отопление. Итак, время передачи «Вильнюс. Открытая студия» подошло к концу. С вами был Максим Козлов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!